Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы узнаем, есть ли у жителей Николаева склонности к расизму. У нас есть несколько фотографий очень известных людей, и среди них нужно распознать одного преступника. Это мы и предложим сделать нашим жителям. Но самое интересное, что среди этих людей именно белый человек является преступником. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Есть один преступник. Как вы думаете, чисто по внешним признакам, кто бы мог быть преступником среди этих людей? Этот, наверное. Этот? Окончательный ответ ваш. Этот. Хорошо, а вот как вы думаете, почему именно на него пал ваш взгляд? Что в нем не так? Экспективно мне, просто какие-то, может быть, чисто по физиогномике, какие-то брови. Вроде как, с виду, как порядочный, кажется, но что-то у него какая-то загадка есть. Здравствуйте, у нас к вам есть очень неотложное дело. Все? Судя по тому, как эта женщина охотно отозвалась к моей просьбе, у нас в Николаеве все-таки есть предрасположенность к расизму. Этот. Вы уверены, что он? Да, хорошо. Как вы думаете, какое он мог совершить преступление? Кража или убийство. Ага, а вот чем вы руководствовались, когда выбрали именно его? Вот что-то в нем подозрительное. Взгляд. Отлично. Спасибо большое. Ну, к сожалению, это не он, это известный индийский актер. Вот этот. Этот. Как вы думаете, какое преступление в своей жизни он совершил? Мне кажется, убийца. Убийца? Убийца. Убийца. Ну, спасибо вам большое, ребята. На самом деле, это очень известный, правильно ты сказал, индийский актер. А, вот это вот как раз. Да, вот это он. Кто все-таки из этих людей? Это спортсмены, артисты. Я так считаю. Но посмотрите внимательно, там есть один настоящий преступник. Я не вижу. Преступником можно только признать суд. Все верно. Сказать. Все верно. Я правоохранитель вам говорю. Хорошо, хорошо. Спасибо вам большое. Ну что ж, друзья, очень приятно осознавать, что у николаевцев нет склонности к расизму, потому что при выборе преступника среди остальных они руководствовались не национальным признаком, а какими-нибудь другими характеристиками.